В правительстве разъяснили ситуацию со строительством китайских заводов в Казахстане. Как пояснил заместитель премьер-министра Женес Касымбек, всего планируется запуск 55 совместных казахстанско-китайских проектов. Он заверил, что все они новые. Старые производства переноситься на территорию нашей страны не будут. А в Министерстве труда и соцзащиты заявили, что примут меры по сокращению квот на привлечение иностранных рабочих. Подробнее в материале Улпан Бегалины. Женес Касымбек сразу пояснил, что от реализации казахстанско-китайских проектов угрозы национальной безопасности никакой нет. Наоборот, наша страна рассчитывает только на положительный эффект. К примеру, в Казахстане будет создано порядка 20 тысяч новых рабочих мест. 95% штата займут казахстанцы. При этом Женес Касымбек рассказал, что на сегодня работает пока 15 совместных казахстанско-китайских предприятий. Еще 5 запустят до конца года. Всего же стоимость всех проектов оценивается в 27 миллиардов долларов. Сегодня мы решили дать разъяснение, чтобы общественности было понятно, что эти проекты необходимы. Они не несут той угрозы, о которой говорится в сетях. И на самом деле, те вопросы, которые публикуются, задаются в сетях, не имеют никаких оснований. Более того, хотел бы сказать, что это, грубо говоря, не просто вранье. Вместе с тем, в Министерстве труда и соцзащиты заверили, что в стране ужесточат порядок выдачи квот по привлечению иностранных рабочих. По словам главы ведомства, Генеральная прокуратура провела проверку 63 компаний, в которых работают экспаты. Из них в 19 организациях выявлен 161 факт диспропорции в оплате труда и по условиям работы между казахстанскими и иностранными рабочими. Мы с уважением относимся к нашим социальным партнерам в лице работодателей, в лице объединения работодателей. Но когда-то кто-то сказал, и она превратилась в крылатую фразу, не надо кошмарить бизнес. Я с этим тезисом согласен. Но когда отдельные представители бизнеса кошмарят простых работяг, я категорически против. Поэтому министерство, мы будем принимать меры по ужесточению трудового законодательства, по повышению ответственности работодателей, если он допускает нарушение этого закона. Аналитики же отмечают, что фейковая информация о переносе старых китайских заводов в Казахстан должна была насторожить каждого получателя рассылки. Просто хотя бы потому, что это очень долгий и самое главное дорогостоящий процесс. По мнению экспертов, данная утка просто чья-то провокация. Стоит отметить, что Китай не единственная страна, с кем тесно сотрудничает Казахстан. Даже по объемам инвестиций КНР в общей доле занимает лишь 5%. На первом месте находятся Нидерланды, затем идут США и замыкают тройку лидеров Швейцария. Всего же за годы независимости в республику было привлечено 330 миллиардов долларов инвестиций из 120 стран. Улпан Бегальна, Виктор Джигерес, Айбос Аду, в телеканал Атамикен Бизнес.